Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я и ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях директор Центра поддержки предпринимательства Евгения Калачёва. Евгения, здравствуй. Добрый день, Пётр. Рад вас видеть. Взаимно. Добрый день, Пётр. Да, действительно, у нас грядёт праздник, посвященный Дню российского предпринимательства. Это дата 26 мая. Дата этого праздника у нас немножечко позже. Пройдёт основное мероприятие 30 мая. В рамках этого мероприятия мы уже традиционно будем подводить итоги конкурса «Лучший предприниматель», говорить спасибо предприятиям, которые работают у нас в Сарове, которые несут высокую социальную ответственность, вносят вклад в развитие экономики. Будут, конечно же, присутствовать первые лица. Ну и интрига, интрига, конечно, подведение итогов конкурса. Это конкурс, да. Да, конкурс «Лучший предприниматель». Результаты этого конкурса будут оглашены как раз на мероприятии. Он ещё сейчас идёт, я так понимаю. Или уже всё? Уже результаты ясны. Результаты мы знаем. Буквально недавно состоялось заседание экспертного совета, где результаты голосования определены, где выбраны победители по мнению экспертного совета. В этом году, как и в прошлые годы, у нас 8 номинаций. Номинации несколько изменены по отношению к предыдущим годам. Ввели новые номинации. И по каждой из номинаций определено два победителя по результатам голосования и по результатам экспертного совета. Какие номинации? Наверное, все-таки нужно их озвучить, потому что бизнес-то у нас, как говорится, разношерстный, разноплановый, кто-то общепитом занимается, кто-то торговлей, кто-то арендой недвижимости. Ну, вообще, какие номинации у нас представлены? На самом деле, номинации в этом году введены и по виду деятельности некоторые, а некоторые номинации, так скажем, общие. Например, лучшая бизнес-леди, лучший бизнесмен. Это уже такая традиционная номинация, в которой определяются участники по гендерному признаку. Но есть требование, что ввездение деятельности должно быть не менее двух лет. То есть это предприниматель с историей. Есть номинация прорыв года. Это номинация для тех, кто открыл какое-то новое направление, открыл новый офис, вложился в свое развитие. Да, здесь тоже у нас достаточно много участников, очень хорошие проекты заявились. Есть номинация «Успешный старт» для тех, кто открылся как раз в течение 2022 года. Только для начинающих предпринимателей, те, кто шагнули на этот нелегкий путь предпринимательства, конечно же, из них мы тоже будем выбирать. Вернее, уже понятно, выбрали и горожане, прошло интернет-голосование, и выбрали эксперты. Экспертный совет мы тоже каждый год несколько меняем, для того, чтобы было свежее видение, свежая кровь, так скажем, свежее мнение. Еще номинация «Вкусный бизнес». Да, решили в этом году ввести номинацию для общепита. Да, различные сферы общественного питания у нас здесь представлены. Надо сказать, что конкурс носит заявительный характер. Те предприниматели, которые захотели принять участие в этом конкурсе, они подали свои заявки и как раз были допущены до голосования. У нас еще решался вопрос о допуске некоторых, потому что основное существенное условие – это отсутствие задолженности по налогам. Это важно, чтобы предприниматель был ответственным. Тот, кто получает звание лучшего предпринимателя, должен быть, прежде всего, ответственным работодателем, налогоплательщиком. И даже если нет наемных сотрудников, а много самозанятых у нас участвует, все-таки нужно в рамках своего направления деятельности быть ответственным. Сейчас это особенно актуально в связи с последними событиями, с блогерами и различными информационными. Да, это не оставляет никого спокойным в этой ситуации. Мы тоже за этой ситуацией наблюдаем. Если вы наблюдали за нашими социальными сетями, иногда даже советы какие-то выкладываем в этом направлении. Но это инфоповод очень такой масштабный, так скажем. Какие еще номинации? Наверное, самый лучший предприниматель города. Есть же такая номинация. Есть номинация «Народный предприниматель», на которой мы заявки не принимали. Интригу буду держать, не могу сказать. Из числа это участников конкурса, либо это кто-то вообще, кто даже заявку не подавал, не знает, что он стал народным предпринимателем. Но это тот предприниматель, чье имя, ну, либо название его направления деятельности указал больше всего сравчан, голосовавших. Вот народный предприниматель тоже у нас определится. Ну, я так понимаю, что мы все это узнаем 30-го числа? 30-го мая, да, в Доме ученых. В этом году, да, площадку мы также поменяли, вернулись к площадке Дома ученых. Такое очень красивое помещение у них. Готовится мероприятие, торжественная часть, будут выступления, будет банкет. Ну, то есть это праздник для предпринимателей. Да, такое основное, я бы сказала, мероприятие для бизнеса, где мы можем сказать бизнесу спасибо. Профессиональный праздник, ну, и наш профессиональный праздник, я тоже так считаю. У каждого, наверное, свой есть профессиональный праздник, но это общий для всех, кто занимается так. Да, общий для всех, кто имеет отношение к предпринимательству. А вот, друзья, вы о результатах этого конкурса и всех его номинантов узнаете из наших выпусков новостей. Оставайтесь с нами, да, Женя, мы же будем освещать это мероприятие. Да, обязательно осветим, тем более в этом году активность выше, чем в прошлом году. В прошлом году была выше, чем в позапрошлом. Кстати говоря, сколько всего было заявок во всем номинациям? Всего было из допущенных 56 заявок допущено. Да, в прошлом году было порядка 40 заявок, чуть поменьше. То есть, и мы наблюдаем, что в этом году многие заявились не из тех, кто является постоянными клиентами ЦПП, кто участвует в проектах, а и новые, свежие, активные предприниматели. Это очень радостно. И молодые. И молодые. И среди победителей есть совершенно новички, те, кто в прошлом году, например, не участвовали в этом конкурсе. Некоторые для нас тоже новые клиенты. Мы очень надеемся, что они останутся с нами и будем идти рука об руку вместе. Мы начали говорить про поддержку предпринимателей, ведь задача центра и тебя как руководителя этого центра, это именно сбор, поиск, каждого по крупицам на полянке подобрать, вырастить, помочь. И вот сейчас готовится отчетное мероприятие главы города, он будет отчитываться по итогам за год. Я особо обратил внимание на состояние предпринимательства в нашем городе и такая тенденция, интересная тенденция. То есть, с одной стороны, вроде бы уменьшается количество индивидуальных предпринимателей, но при этом это, ну, как бы, вроде бы снижение показателя, вроде как негативный, как этот тренд, да. Но, с другой стороны, взрывной рост самозанятых, то есть там, ну, не в два раза, да, но там с полторы тысячи до двух тысяч трехсот, по-моему, такие цифры. Вот насколько ты, как руководитель центра, оцениваешь происходящее вот в этой сфере у нас в городе? И вообще, что сейчас для самозанятых, почему такой бурный рост? Ну, на самом деле, самозанятость действительно, это тренд последних лет. С 20-го года такая возможность была, и сначала она была незнакома. Все новое у нас сначала вызывает опасения. Сейчас уже и предприниматели, многие индивидуальные предприниматели понимают, что их деятельность подходит под самозанятость, а они могут себе, так скажем, снизить налоговую нагрузку. Ведь для самозанятых налоговая ставка при работе с физическими лицами самая низкая из всех возможных налоговых ставок для поупрощенной системе налогообложения. И, соответственно, и начинающие предприниматели, те, кто планирует, начинают свое дело, они, как правило, выбирают начать с налога на профессиональный доход. Если это услуги. Конечно, если это торговля, здесь только индивидуальное предпринимательство, либо юридическое лицо. А всевозможные услуги, а их очень много, да, и блогинг, про который мы говорили, это тоже может быть самозанятость, да, и услуги по продвижению, которые сейчас актуальны, по продвижению сети интернет, такие услуги тоже предоставляют самозанятые. Это все, что делает человек сам своими руками, не привлекая никого со стороны. Да, сам своими руками. Все, что делает сам своими руками, это самозанятый. Скажем, годом все больше и больше внимания на эту категорию обращается с точки зрения мер поддержки. У нас в прошлом году введена возможность для самозанятых льготного кредитования по ставкам от 6%. Это очень маленькая ставка, ниже, чем для субъектов предпринимательства через региональную государственную микрофинансовую компанию. Да, под 6% ни один коммерческий банк сейчас не закредитует, тем более без комиссии и так далее. Для самозанятых в этом году будет введена премия для самозанятых. Будет возможность выиграть даже денежку. И вот буквально вот-вот завершился проект на «Займись делом». Это проект для самозанятых тоже, который включает в себя и образовательную часть, и тренинг, направленный на разработку, упаковку своего проекта, где разработка проекта проходит по всем этапам. По всем этапам бизнес-планирования. Есть специально разработанные рабочие тетради, разработанные практиком. И вот ребята, наши самозанятые участники, они свой проект оплачают бумагу, просчитывают и защищаются перед комиссией. О результатах тоже пока, к сожалению, не могу сказать. Скажу, что определились три победителя, которые получают не финансовую поддержку, но очень хорошую, качественную поддержку по продвижению. Это региональные меры поддержки, которые транслируются на нашу территорию. И, ну, как я уже говорила, самозанятость – это что-то такое, было в то время новое. И все новое и непонятное вызывает много вопросов. В первый год, когда мы проводили эту программу, да, у нас было много участников. Но до защиты дошли, по-моему, 8 человек, из которых определились победители. Во второй год участия у нас уже практически 60 самозанятых зашли на проект, до защиты дошли 10, и трое победили. В этом году у нас на защиту вышло 16 человек. И вот это очень хороший, качественный показатель. И на начальном этапе больше желающих вошли. Те, кто готовы пройти все эти этапы, а там же в том числе онлайн-обучение, семинар по мерам поддержки для самозанятых. То есть это такой длинный достаточно процесс, это не один день. Это не один день, на самом деле. Я не скажу, что это по сравнению, может быть, с другими проектами совсем длительный такой процесс. Да, этот процесс включал в себя онлайн-обучение, семинар-тренинг по мерам финансовой поддержки и не финансовые для самозанятых граждан. И бизнес-игру, которая, бизнес-игра представляет из себя как раз расчет проектов. И в течение одного дня, это вот тоже какое желание должно быть, да, стать победителем. В течение одного дня разрабатывается этот проект и сразу же защищается перед комиссией. И определяются победители. Проект действительно очень хороший. Мы разговаривали с ребятами, которые у нас участвовали в этом проекте. Ну, шевеление, повышение мозговой активности, да, оно, конечно, есть. Важный вопрос. Это не просто вот, ну, человек где нечего делать, дома сидит, там, тортики печет, например, да, и становится самозанятым. Я так понимаю, самозанятым может быть любой. Даже тот, кто на постоянную трудоустроен, но занимается чем-то еще. Конечно, самозанятым может быть любой. Даже тот, кто сдает свое имущество в аренду, он, по сути, самозанятый. А даже так? Да, да, и может заключать договор как самозанятый. Есть определенные ограничения для государственных служащих, да, муниципальных служащих. Ну, это понятно, да. Но они незначительны. Практически любой. Если человек работает в найме, он может быть параллельно самозанятым. Ну, условно говоря, учитель занимается вечерными уроками. Да, репетиторством. И они регистрируются активно и предоставляют эти услуги. Хорошо. А сотрудник в НЕФе работает с 8 до 5, а вечером печет тортики. Да, это тоже самозанятые. Таких тоже у нас много. Пекут тортики, оказывают услуги по продвижению, фотографированию. Таких тоже много. На самом деле самозанятость – это очень, на наш взгляд, очень хороший продукт, так скажем, налоговый, который позволил выйти многим людям из сумрака, так скажем, из теневого сегмента. Это не страшно. Ты если заработал, ты заплатил налог. Если ты не заработал, ты ничего не заплатил, и никто тебе вопросов не задаст. Тебе не надо заполнять декларации налоговые, с какой-то периодичностью отчитываться в налоговую. Бухгалтер не нужен. Это абсолютно просто. Это просто мобильное приложение, подтверждение вашего статуса. То есть ни АКВЭДы, ничего, вот эти вот все сложности, которые идут дальше для предпринимателей. И многие предприниматели, уже действующие, вот, например, сфера красоты, да, многие действующие предприниматели, они тоже в том числе смогли перейти на эту систему налогообложения, налог на профессиональный доход. И вот с этим, прежде всего, я думаю, этим обусловлен некий… Вот этот взрывной рост такой. Да, такой. И взрывной рост самозанятости, и некий спад в индивидуальном предпринимательстве. Просто если не нужно, зачем? Многие принимают решение приостановить индивидуальную предпринимательскую деятельность и вернуться к статусу самозанятого. Давай немножко в завершение поговорим о мерах поддержки. Ну, это ежегодная традиционная история, связанная не только с самозанятыми, да, и они тоже являются частью этой системы мер поддержки, но и для малого-среднего предпринимательства, для юридических лиц, и не только малого, но и для среднего бизнеса. Потому что я знаю, что многие пользуются мерами поддержки, те, кто достаточно крупные предприятия у нас в городе, развивая свою деятельность и инвестируя в развитие. Традиционно, наверное, по итогам пройдемся, потому что в прошлый год был какой-то достаточно такой значительно отмечен мерами поддержки для наших предпринимателей городских. Здесь можно про итоги немножко. Ну, прошлый год был действительно хороший, я бы сказала, в плане мер поддержки. Мы буквально недавно проводили аналитику к региональному конкурсу «Лучший предприниматель», посмотрели, что у нас немногим менее 100 миллионов рублей привлечено разного рода мер поддержки. Нужно сказать, что это мы говорим только про деньги. А людей, которые воспользовались другими продуктами, не финансовой поддержкой, их еще больше. Те, кто принял участие в разного рода проектах, их еще больше. Активно у нас предприниматели, мы смотрим наши городские предприятия, и достаточно, ну, средний бизнес – это достаточно крупные предприятия для города, пользуются банковскими гарантиями, льготными. Да, это тоже мер поддержки, обеспечения займов крупных. Не всегда достаточно залогового имущества для предоставления. Это и возвратное финансирование, льготные кредиты, это тоже мер поддержки, это и гранты. В прошлом году у нас 13 человек получили гранты для молодежи из социальных предприятий. Молодежи до 25 лет, из социальных, те, кто имеет статус социального предприятия. И это тоже очень хороший показатель. В этом году мы надеемся, что таких участников и победителей станет больше. Ведь это возможность получить невозвратное финансирование на свой проект. Вот в прошлом году у нас три молодых проекта, молодых предпринимателей получили. В этом году, кстати, заявок гораздо больше. Сейчас этот проект уже идет. Еще есть возможность заявиться. Конкурс мы надеемся, что проведут в июне. Первый конкурс, а их будет несколько конкурсов на… Это областные меры? Это областные. Вообще, это федеральная поддержка в рамках национальных проектов. У нас все меры поддержки сейчас… Но они идут через регион, как бы считается. Конечно, да, транслируются через регион, регион транслирует на нас. Все мероприятия, обучающие там тренинг, помощь им в прохождении всех этапов, составлении бизнес-плана, оказываем мы. Но документы подаются непосредственно в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Но тут вот надо это самое важное отметить, что ты не бросаешься, как это, в воду, не умеющей плавать, да? Да, конечно, ни в коем случае. Ты приходишь в ЦПП и получаешь полное сопровождение в любом конкурсе и гранте. И вплоть до того, что, естественно, любой грант связан с отчетностью, возникают часто вопросы, а как правильно заполнить договор? А соответствует ли это целевому расходованию? Проектов таких финансовых же достаточно много, и размеры грантов, они разные. Я сказала только про один, да, который у нас Министерство промышленности транслирует через Минэкономразвитие. Есть мероподдержки от Росатома, непосредственно от Альянса Атомные Города. Это тоже акселератор, тоже с возможностью представления грантов до 500 тысяч рублей. В этом году, кстати, совместно с Альянсом еще один проект в Сарове будет запускаться, как раз для самозанятых и для начинающих. То есть очень такая серьезная обучающая программа. Пока более подробно сказать не могу, просто потому что она еще дорабатывается у нас, совместно идут обсуждения. Мы так хорошо с тобой говорим про то, как было и то, что будет сразу же, да? То есть, ребята, готовьтесь, самозанятые и молодые. Да, да, очень хорош, очень качественно. На некоторых закрытых городах уже стартовал. В Сарове старт запланирован на лето, это начало июля. И я думаю, что у нас будет в параллели и проект для самозанятых, и проект уже для действующих предпринимателей грантовый. То есть, повторюсь, это возможность получить 500 тысяч рублей тоже на цели, которые определяются в рамках разработки своего проекта. Тоже невозвратное финансирование. Тоже, если предприниматель получает это финансирование, с любой помощью обращается к нам. Возвратное финансирование. Ну, я думаю, предприниматели понимают, о чем идет речь. Ну, только когда тебе дают, это не отдаешь. Когда ты это даешь, ты еще не возвращаешь его. То есть, это, по сути, взнос в твой бизнес, да? Да. Совершенно безвозмездный. Да, на то, чтобы ты что-то купил, что тебе нужно. Это как раз, да, тоже возможно, благодаря тому, что мы находимся в системе мер поддержки, в национальном проекте. И таких возможностей достаточно много. Кстати, большое для нас, для Сарова достижение. У нас несколько лет до этого не было победителей грантовых проектов фонда Бортникова. В прошлом году они у нас были. Это инновационные проекты. И мы надеемся, что это предприятие... Да, не буду говорить, наверное, неправильно говорить, какое это предприятие. Тоже получил. 25 миллионов привлекли. Это тоже очень хорошо. Немалые средства для IT или современных высоких технологий. Конечно. Да, и фонд Бортника, надо сказать, что в прошлом году спецпродукты IT появились. До этого у нас были инновации, разработки, окры, не окры. И сейчас сфера IT уже выделена. Даже отдельный конкурс для IT проводится. И там сферы самые разные. Ну, IT это же такое понятие огромное, емкое. Да, вплоть до разработки сайтов для определенных видов деятельности. У нас, кстати, один молодой наш предприниматель с этим проектом тоже выходит на фонд. И это все, несмотря на то, что еще и город своими деньгами помогает нашим местным предпринимателям, компенсирует часть расходов на приобретение оборудования, на обучение. Да, да, да. Кассовые аппараты. Но все-таки кажется, что это уже такая капля в море всего остального. Нет, ну что вы, это не капля в море ни в коем случае. Я не устану это уговорить. У нас самый широкий перечень мер поддержки. То есть таких... Именно городских. В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства такого перечня мер поддержки не сохранил, не создал ни один муниципалитет. То есть компенсируется разного рода затраты. У нас есть специальные субсидии для социальных предприятий. Вот конкурс буквально стартовал, и сейчас принимают в администрации документы. У нас есть отдельная программа для самозанятых. Тоже она введена в Сарове. Нигде ни в одном муниципалитете финансовой поддержки для самозанятых не введено у нас в регионе. И, конечно же, компенсация затрат на лизинг, на первый взнос по лизингу, на оборудование. Такие крупные уже суммы. В прошлом году суммы были до миллиона рублей. То есть стандартно это 500 тысяч. И вот в этом году, пока конкурс будет объявлен, мы думаем, что это все-таки будет 500 тысяч. Компенсация в таком размере. Тоже сумма, согласитесь, немаленькая. Но в прошлом году, благодаря тому, что администрация поучаствовала в конкурсе, опять же, в Министерстве промышленности, торговли, предпринимательства, получили софинансирование, смогли увеличить сумму. Да, да. И, конечно, наша программа действительно рабочая. И не одни и те же ходят, не одни и те же получают. Приходят новые и новые предприятия. Когда-то давно, мы уже не слышим в последние годы вот эти высказывания, что дают своим, да наши. Но когда-то вот такое мнение бытовало среди предпринимательства. Мы сейчас понимаем, что предприниматели видят, что получат они или не получат вот эти возможности, да, которые им дают, зависит только от них. От того, насколько они ответственны. Вот, например, чтобы получить субсидию на компенсацию затрат на оборудование, нужно, ну, чтобы были все документы, подтверждающие факт оплаты, правильно заключены. То есть ты не у брата купил что-то там за миллион, да, и вы там аффилированы. Нужно, чтобы у вас была хорошая зарплата, не ниже одного прожиточного минимума, это законодательство. Законодательство в нашей стране требует платить зарплату не ниже непрожиточного минимума. МРОД. Минимального размера оплаты труда. Это несложно, да, платить такое, вот такое требование. А мы все-таки наблюдаем, что некоторые все-таки не дотягивают по уровню заработной платы. Это, опять же, теневой сегмент, ну, естественно. Ну да, кстати говоря, да, и как член этой комиссии я иногда удивляюсь то, что приносят с средней заработной платы в 14 тысяч рублей, заявляются на конкурс. Да, к сожалению, такое есть. И вот в преддверии дня предпринимательства мы же и говорим спасибо ответственным предпринимателям, там, юбилярам, тем, кто занимался благотворительностью. Но мы всегда обращаем внимание на ответственность, да. Это должна быть хорошая заработная плата и положительная история. Да, да, да. Ну, хорошая репутация, так скажем. Хорошая репутация, так скажем. Вот у вас, например, хорошая заработная плата и репутация. Спасибо. То есть вы нас оценивали, да? Мы вас оценивали. Вот так. И тебя посчитали. Да, мне хочется горожанам сказать, может быть, кто-нибудь захочет вас поздравить с вашим юбилеем в этом году. Спасибо. Очень приятно, что такая хорошая организация, столько лет существует и радует саровчан. Да, мы будем стараться и дальше в том же духе, что называется. Евгений, спасибо большое, что рассказала нам о мере поддержки, о том, как проходит сейчас подготовка к празднованию Всероссийского дня предпринимателя. Да, спасибо большое, Петр. Спасибо за возможность рассказать. На самом деле, гораздо больше всего происходит, в том числе и мероприятий общегородских, про которые хочется сказать, но времени на это не хватит. Все есть у нас. Друзья, вся информация, ищите Центр поддержки предпринимательства, приходите к ним или открывайте сайт, социальные сети. Я думаю, там все есть. Конечно, там все есть, вся информация есть. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И мы с вами увидимся через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!